Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. Чего только не бывает на белом свете, фонтан Гарри Поттера в Приднестровье удивил всех. Ну, мнения разделились, но равнодушных точно не осталось. Студенты уже в поиске волшебного ритуала, который обязательно поможет им при сдаче экзаменов или зачетов. Раньше кричали в форточку, чтоб пришла халява, ну то есть легкие оценки. А теперь надо будет, к примеру, потереть пятку Гарри. Ну или обойти фонтан. Три раза. Угу, пятясь и прихлопывая в ладоши. Хотя нет, как-то скучновато. Все-таки студенческий ритуал должен быть, должен удивлять. Так сразу и не придумаешь. Хорошенькие анонсы. Да, передача уже два года, а анонсы все еще оригинальные. Держим марку. Ладно, первый белорыжий, пошел. Белорыжий швейцарец. Эт Ширен? Он тоже рыжий. Правда, я не знаю, откуда он родом. Ну, он родом из страны туманов, Англии. Жаль. А хорошая была кандидатура. Да. А я, кстати, только сейчас понял, что о Швейцарии практически ничего не знаю. Ну, только что... Что там есть Альпы, очень вкусный шоколад, а еще там очень надежные банки. Ну, самое главное ты знаешь. Смотрим. Бетховен. Этот фильм смотрели все. Главный его герой – обаятельный пес породы Сен-Бернард, после знакомства с которым каждому хочется иметь рядом такого же верного друга. Но у псов этой породы очень древняя история. В 11 веке архиепископ Бернард де Монто основал монастырь, а вместе с тем и приют для путешественников, который находился высоко в горах на границе Швейцарии и Италии. Перевал этот, как и тропа, был назван именем Святого Бернара. Оно же было присвоено и местной породе собак. Участок был расположен на высоте около 2000 метров и был крайне опасен для людей из-за сильных ветров, схода лавин, крутых горных переходов и грабителей сарацинов. Поэтому в 17 веке местные монахи решили использовать смелых собак для спасения людей. Толстая шкура надежно защищала синбернаров от льда и снега, а их необычный нюх позволял находить пострадавших даже под толщей снега. Ведь мощные лапы разгребают сугробы не хуже лопат. А еще поразительная способность псов предчувствовать приближение лавин часто спасала путешественникам жизни. Выносливые синбернары таскали на себе и тяжелую провизию. Самым знаменитым из них был пес по кличке Барри. За 12 лет он спас жизни 40 человек. Однажды Барри спас мальчика, которого нес на себе 5 километров по глубокому снегу. Согласитесь, его ум и самоотверженность просто поражают. Надо сказать, что первоначально вся порода называлась Барри, искаженная от немецкого бюрн или медведь. Вот оно – изображение героического пса. Но бочонок с сыром, хлебом и молоком для пострадавших на самом деле располагался не на шее, а на спине. Сегодня различают две разновидности синбернаров – короткошерстные и длинношерстные. Происходят они, как выяснилось, от азиатских догообразных собак – мастифов Тибета, которых завозили в Европу и скрещивали с местными собаками. Живут альпийские спасатели в среднем 8-10 лет. Как и прежде, они преданные и послушные собаки. С детьми они бережны и аккуратны, хотя ласковы ко всем членам семьи. При всем этом есть два недостатка – они терпеть не могут маленьких собак. Но если щенки росли вместе, есть надежда, что жить они будут дружно. То же самое относится и к кошкам. И второй недостаток – в силу своей доброты синбернар, увы, не охранит. Комфортнее всего таким бетховенам жить в частных домах, где можно предоставить им свободный выгул. Питание вполне обычное – мясо, каши, кисломолочные продукты и вареные яйца. Но больше всего пёс нуждается в любви своего хозяина. Симбернаров у нас почти не встретишь. Да, меня, кстати, порода очень впечатлила. Прям мечта, настоящий друг человека. Но, к сожалению, пока что такого завести не могу. Так что надо искать друзей среди людей. Придется. Так. 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 Расшифруем эту эмоцию. Это недоумение от второго анонса. Гости с юга. А с какого юга? Из Антарктиды? Ну, это, конечно, юг, но пингвины обычно не путешествуют. А может, это перелётные птицы? Угу. Или амброзия. Её, кстати, к нам завезли из Америки. Ну, вроде бы, из Южной. А может, это жители южных стран? Это могут быть туристы или... Футболисты. Точно. Ни фрукт, ни ягода, ни овощ. Что же это такое? Инжир. А точнее, фикус каррика. Оно же фига, фиговое дерево, смоковница, смоква, винная ягода и тутовый фикус. Выращивают его уже более пяти тысяч лет. Родиной этого растения считается кария, уже несуществующая в наши дни провинция в Малой Азии, откуда растение распространилось в средиземноморские страны. Нам оно чаще встречается на прилавках магазинов в сушеном виде, так как в свежем хранится совсем недолго. Для созревания плодов растения требуется много солнца, поэтому инжир растет не только в дальних странах, но и поближе к нам, на Черноморском побережье. Но со временем любопытные садоводы привезли его и к нам в Приднестровье. И он прижился! Живёт фиговое дерево сотни лет, при этом 300-400 лет плодоносит. В идеальных условиях высота его может достигать 10-ти метров. Если не хватает солнца или воды, то растения, конечно, пониже и поуже. Как и малину, фиги, они же инжиры, применяют в простудах в качестве лекарства. Плоды заливают горячим молоком и пьют настой. Он отлично лечит кашель. Врачи чтят инжир за невероятную пользу и рекомендуют взрослым и детям. Тут и клетчатка, и множество витаминов. Одну штуку съел, и чувство голода как и не бывало. Причём надолго. Александр Македонский, кстати, в походы брал с собой именно этот плод. Сытный, а места занимает мало. И он ещё не знал, что попутно фиги рассасывают тромбы и очищают сосуды от холестерина. Вот это лекарство! Так что советую вам его использовать в качестве полезного перекуса в полдень. А этот плод тоже прописался в Приднестровье. Узнали? Это же киви! Он прошёл очень долгий путь, прежде чем стать вкусным лохматым фруктом. Дикорастущая актинидия – так он назывался раньше, когда ещё рос в Китае, и плоды его были крохотными и невкусными. Но ботаники почувствовали скрытый потенциал чудаковатого дерева и буквально раскрыли все его таланты. Селекционеры Новой Зеландии трудились и вкладывали любовь в китайскую дикарку. И вот результат! К концу эксперимента плод увеличился в три раза, приобрёл более мягкий вкус с нотами клубники, ананаса и крыжовника. Почему же киви так назвали? В ходе селекционного эксперимента плоды увеличились и стали походить на съёжившегося цыплёнка птицы киви. Кроме того, лохматая птица киви – это эмблема Новой Зеландии. Так что получился киви в квадрате! Его плоды содержат большое количество витаминов и минералов, укрепляют иммунитет, лечат простудные заболевания, повышают стрессоустойчивость организма и способствуют похудению. А напоследок ещё один сюрприз. Что это? Огурец? Нет, мамардика! Хотя многие называют её горьким огурцом, но на самом деле это травянистая вьющаяся лиана из семейства тыквенных. Названий у неё много – индийский или жёлтый огурец, огурец-крокодил, бешеная дыня, индийский гранат, бальзамическая груша и так далее. Известно, что в древнем Китае есть мамардику было позволено только императору и членам его семьи. В Индии она считалась растением богов, в Японии – пищей долгожителей. А всё потому, что отличается невероятно богатым количеством полезных веществ, и если мы начнём их перечислять, то не хватит и нашей программы. Конечно, в волшебство мы не верим, но этому растению приписывают такое количество свойств, что стоит им заинтересовать. Особенно тем, кто испытывает проблемы со здоровьем. Что же в нём съедобно? Всё! Зелёные плоды едят как огурцы. Внутри созревших плодов с лёгкой горчинкой прячутся чудесные сладкие ягоды ярко-красного цвета. А оранжевая кожура прекрасно подходит для приготовления различных блюд. И это чудо прекрасно растёт в Приднестровье. Растения однолетние, так что стоит сохранить необычные семечки, чтобы посадить их на следующий год и превратить свой огород в тропическую лужайку. Кстати, это лето было таким дождливым, прям как в тропиках. Не зря южные растения у нас тут приживаются. Ещё немного, и у нас тут будут летать калибри, туканы, попуга... Стоп, 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 стоп. У нас тут и так достаточно богатая флора и фауна. Тебе что, не нравятся калибри? Нет, мне это нравится, просто у тропического климата есть ещё такие минусы, как львы и тигры. А, понял. Ограничимся южными растениями. Анонс третий. Где, что, когда? Что, где, когда? А, да. А ты её, кстати, смотришь? Да, и родители тоже. Кстати, мы хотим туда послать один очень сложный вопросик. Ну, так ты мне его задай, и вот тогда и определи. Может, её и посылать и не надо? Ладно, давай попозже, после эфира. Смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»